всем привет находишься на моем канале и мы сняли виллу за три с половиной миллиона вы понимаете что это такое делать сейчас проведу обзор по всей этой вилле она очень большая и я расскажу с какими трудностями мы столкнулись и еще мы расскажем еще мы расскажем с какими трудностями мы столкнулись с перелетом потому что с малым лететь в какую-то другую страну это просто какая-то жесть и мы нашли столько крутых лайфхаков которых они вам тоже расскажет и вообще что вам нужно для того чтобы куда-то поехать с малышом новорожденным все погнали let's go bro не устроили за 100 долларов в сутки ладно на самом деле знакомьтесь это саня мы приехали вместе отдыхать короче на суточки сняли короче все тут жизнерадостные так ну что вы готовы увидеть эту огромную виллу короче погнали делать обзор мы начинаем с самого начала проходим а что там холварц видимо туда не попасть о еще а я все я пошла короче это для малышей комната это комната для не толстых детей только не толстый ребенок сможет уйти отсюда проходим тут тут есть весы они тут наверно работают разберись чё весы не работают ну все я вешу мой так ладно проходим дальше в принципе это выглядит сейчас как стандартный номер тут сюда в магазин это семьи приходит тут еще детская тут видимо уже для толстых детей тут окна уже прям на всю салют ты пролезешь в один пустой пацаны так тут же дети типа живут ничего пиво где как тут же ладно проходим дальше я опираясь на свой личный опыт решил рассказать о нужных вещах поездки и поделиться лайфхаками которые вам всем помогут наверное в общем начнем с самого малого что нужно для поездки за границу всем людям нужен загранпаспорт и малому конечно же тоже кстати я узнала что можно сделать новорожденному ребенку загранпаспорт за полдня по документам если вы летите в какую-то страну где нужна виза ему тоже нужна виза еще один момент что дети до двух лет самолете летают бесплатно то есть ему место отдельное не покупается он просто вот так вот сидит на тебе и и пристегивается дополнительным ремнем еще только маленький лайфхак если есть возможность купить либо дневной рейс либо ночной то тут уже в зависимости от того как ваш ребенок какое время суток он больше спит и вам будет удобнее и ребенку тоже будет комфортно вот тут спальня получается уже для родителей вроде как беспаленно получается пока нет чёрт мы начали уже три душа четыре односпальные кровати вот еще одна двуспальная кровать вот наша родительская сразу видно тут мои деньги хранятся огромный малой плачок смотри дим сумка за 300 . люлька ты чё вот это он пердит уже и блин с интересных размеров это для тех кто комплексует волос может засунуто попробуй риман подкидывается на любую тему это тебе от меня а это тебе от меня в самолетах оказывается я кстати только это узнала я этого даже не замечала даже в этом маленьком туалете который там метр на метр если не меньше а там есть пеленальный столик он откидывается вот так вот и все если искусственное вскармливание и вы кормите смесью то лучше ее брать с собой на всякий случай взять побольше потому что тут просто ее может не быть но это опять же в зависимости от того куда вы летите короче на всякий случай взять собой вот я паникеша я беру с собой всегда у нас был вот такой вот термосовой а тут явно больше 100 миллилитров он был полный и нам ни слова не сказали потому что видели что у нас ребенок они конечно сразу заглянули что там почему чего-то как они не забрали его и у нас было еще дополнительно вода потому что ребенок смесь в общем тоже с этим проблем никаких насчет бамперсов такая же история как и со смесью лучше взять свое чтобы не париться если вы не хотите брать другой фирмы то лучше взять свои из дома потому что тут такой тоже может теперь самый годный лайфхак от меня лично мы это ни у кого не видели решили просто сами взять с собой кокон если у вас есть кокон даже если нет пожалуйста купите его если вы летите это очень удобно очень потому что мы летели 6 часов и вот в таком положении ребенок просто устанет да и вы сами устанете вылетели еще в ночь и это очень тяжело а в кокон мы куда-то подрядом положили между нами с димой и он спокойно спал всю дорогу значит что тут еще есть я в шоке кухня санечка тут живет уже неделю поэтому он про эту кухню расскажет я здесь живу уже семь дней меня не выпускает с кухни держат здесь заложниках здесь я хожу в туалет здесь я сплю здесь я моюсь принципе что ну есть иногда момент когда ты хочешь единица для этого я есть у где пиво до ёпта молодой отец не может найти пиво грусть ставь лайк есть это же отец и ищешь пиво вот вообще к этой вилле прилагается дворецкий также прилагаются клининг который живет рядом с этой виллы и 24 часа на 7 по вызову приходят убирают из поэтому круто что можно самому не убираться ну и самое крутое что прилагается club car это машина с водителем которые по нужному вызову возит все территории так территория большая то это такая незаменимая вещь короче самое главное это вот гостиная по сути по ощущения 1 2 3 4 5 6 7 вообще суть в чем дорогих вилл в том что дорогая вилла от маленькой отличается какими-то нюансами типа там нет пластиковой посуды если есть какие-то крема или гели это все максимально премиум компании все смотрите дорогое качественное ты ходишь по плитке отличается не из-за размера из-за качества до пушистые подушки но алё если вы за это не готовы платить три с половиной ляма на самом деле мы обсуждали уже этот вопрос если у вас дохирище бабок чё там делаешь за ним не делаем если у вас дохирище денег ну вот представьте вы зарабатываете 100 миллионов в месяц и ну в принципе три с половиной миллиона отдать из них чтобы отдохнуть я думаю это нормально да вы задрали меня вы чё кони сибирские лично для вас в этой вилле вылавливали вот эти ракушки они говорят напутствую по жизни послушай насчет коляски история такая ты прям с ней идешь до самолет до самого самолета и там у тебя прям у входа в самолет забирают эту коляску и кладут багаж и потом тебе либо у самолета и и прямо когда ты прилетаешь либо тебе ее выведут из специальной дверки там где выдают багаж еще не забываем что самолет это давление и у нас у всех закладывает уши это очень неприятно а для маленьких детей тем более неприятно потому что они не понимают что это такое и мы подумали что во время взлета можно кормить и во время посадки тоже тихонечко кормить потому что он в это время получается кушать глотать и у него откладывают ушки если вы едете сможем в жаркую страну то лучше взять на коляску если вы берете обычную коляску зонтик а если эта коляска такая как у нас маленькая можно вот так накидочку просто такую очень тоненькую накинуть чтобы солнце не светило потому что на солнце нельзя потому что очень жарко еще у малышей если едете в жаркую страну может появляться патничка это такие маленькие прыжки вот так ну в общем ребенок потеет и поэтому у него появляется такая вот цепь грубо говоря и поэтому лучше чаще купать и промывать личико потому что жарко и чаще бесплатно одолжить денег за счет оказалось что это велосипед 4 миллиона в сутки в сутки серьезно так вот 24 миллиона в сутки умножим на 7 дней просто чтобы понимали сколько ты отдашь за неделю понятно ладно тут будут скидки но все равно у тебя есть вариант либо купить квартиру где-то в мегаполисе в большом городе в дубае например либо мы приехали на отдых сейчас вот седьмой день уже как мы на отдыхе и диме говорю дим по моему я не отдохну это олень там шел мимо 7 дней я тут и на седьмой день я диме говорю где мне кажется я сейчас сорвусь мы же каждый день работаем почему мы работаем на отдыхе девочки пишут мне деле которые тоже мамы у них там маленькие дети по три месяца почти полгода они говорят я не понимаю ты человек ну типа как ты вообще это делаешь но они же понимают что такое с маленьким ребенком как ты работаешь как ты все успеваешь у тебя же ребенок умикает у тебя же ребенок двухмесячный как ты все это успеваешь а я потом тоже такая сдумываюсь и говорю а реально как и в один момент я срываюсь все-таки вот раз в неделю у меня все-таки бывает когда я диме говорю я ничего не хочу я готова всех убить я вот реально диму скоро убью мне кажется об этом работе на вот так вот работай мамы смотри у нас ролик идет концу сейчас я напишу на бумажке три страны и ту которую ты вытягиваешь мы туда и летим окей не подглядывать вытаскиваю бумагу это талии потереться давай что там написано да все читай дубай получается мы летим дубай а как тебе такой расклад ну вот так вот ну ань это теперь понятно куда мы летим ну что ребята спасибо всем за просмотр ставим все палец вверх потому что вниз все запомнились просто не существует я тебе перебью там пальца вниз нет я же говорю нет ну его реально нету я то думала это чисто у меня нету уже давно отключили эти пальцы вниз ну и слава богу только вверх отлично я надеюсь что вам были очень полезны наши лайфхаки которые были связаны с малышом что делать там сзади дима можешь это делать и напиши в комментариях снял ли ты себе такой дом за три с половиной миллиона или за сколько за четыре не важно дохера много просто много все всем пока пока